В эфире программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занькосова. «Особое мнение» сегодня высказывает руководитель региональных программ фонда «Соработничество» Михаил Курашин. Михаил, добрый день. Добрый день. Готовясь к нашей сегодняшней встрече, я, конечно, посмотрела, заглянула в ваш фейсбук, поскольку вы в новом статусе и сейчас присутствуете в нашей программе, так и сразу захотелось на вы обращаться. Новый статус фонда, серьезное дело. Мы сегодня будем говорить о, я бы сказала, как мне кажется, новом мощном тренде, обозначенном, как ни странно, президентом Российской Федерации. Этот тренд называется «НКО теперь будет иметь серьезную поддержку и заниматься НКО будет профессионалом». Я буквально могу процитировать Владимира Владимировича, который сказал, что необходимо расширять ресурсные центры в социальной сфере и поручать компетентным людям работу с некоммерческими организациями. Мало того, он сказал, что в ходе работы с губернаторами мы обязательно будем работу с НКО продвигать, я цитирую. Я уверена, что мы это сделаем. И дальше он говорит, что на новом уровне федерации будет с этим работать Ульга Юрьевна Голодец. Сразу вспоминаются намеки прессы, что приедет Владимир Владимирович в ближайшее время в город Киров. Официально об этом нигде не заявлено, кроме Катевича, никто не заявил. Но тем не менее, мы об этом тоже поговорим. И так он говорит, что поручать компетентным людям нужно работу с некоммерческими организациями. Что это значит? Ну, опять же, к сожалению, тема некоммерческих организаций, их роли, их место в общественной жизни и их дружба, партнерство с государством, это тема, которая волнообразно то всплывает, то пропадает на фоне нашей жизни. И этому есть множество причин. Понятно, что до недавнего времени тема дружбы с некоммерческим сектором определялась политическими задачами, активизировалась период подготовки избирательных компаний. Но в конечном итоге, как бы мы не обходили эту тему стороной, некоммерческие организации есть, они существуют, они появляются, они развиваются, и они все активнее пытаются занимать место на рынке оказания социальных услуг, в поле политики, связанной с решением социальных задач, социальных проблем. И в конечном итоге, вот все заявления, которые были предыдущие, и в том числе настоящие, они должны воплотиться в некое понимание, в некую идеологию того, что все-таки теперь уже от этой темы не отойти. То есть признать наличие НКО как одного из ключевых игроков на поле социальной политики, на поле общественной политики, на поле политики, и пытаться выстраивать взаимоотношения с ними. Я на сайте оси.орг.ру. Там так и называется статья «Путин на встрече с лидерами НКО». В каждом регионе должен быть ответственный за работу с гражданским сектором. Давайте все-таки вот сейчас этот момент обозначим. В нашем регионе есть ответственный за работу с гражданским сектором? Насколько я знаю, в Министерстве внутренней политики такой специалист есть. Вопрос его компетенции, ну, это вопрос, наверное, такой достаточно дискуссионный, потому что человек мало себе представляет, что такое некоммерческий сектор, и мало себе представляет о том, как с ним работать с точки зрения его вовлечения в решение государственных задач. А, собственно, нужно понимать, что работа с некоммерческим сектором со стороны власти, это не просто придумать какие-то грантовые конкурсы и раздать бюджетные средства. То есть речь и в рамках выступления президента, и в рамках выступления заместителя главы администрации президента Киренко, речь идет о том, что некоммерческий сектор, общественный сектор должен стать полноправным партнером в экспертизе управленческих решений государства, в планировании, в стратегировании, в оценке, и в том числе с точки зрения исполнителя и ответственных лиц за реализацию государственных задач. Как фамилия этого человека, который у нас отвечает? За это Владимир Михайлович. А прежде, я помню, эту должность исполнял Александр Булдаков, который нынешний член общественной палаты. Александр Булдаков, да, он сейчас член общественной палаты. Насколько я сейчас знаю и владею информацией, он продолжает работу, связанную с взаимодействием с некоммерческими организациями в ближайшее время. В том числе с его участием общественная палата организует учебные семинары для некоммерческих организаций, по-моему, 4 августа, где как раз речь пойдет об участии в конкурсе президентских грантов. То есть у нас эти функции общественная палата на себя взяла нынче? У нас на самом деле эти функции переходящие идут от всех. То есть у нас есть в общественной палате Элект Качев, который еще с конца 90-х годов называется ресурсным центром поддержки некоммерческих организаций Кировской области. У нас эти функции выполняют крупные некоммерческие организации в лице таких, как Наталья Алексеевна Катаева, Наталья Ивановна Шитько. То есть у нас понятие ресурсного центра не представляется какой-то единой структурой. Это, скорее всего, такой холдинг ресурсных людей, которые объединяются, когда есть какой-то заказ или какая-то потребность. Этого будет достаточно сейчас на данном этапе, когда мы же рассказываем про заявления Кириенко и Путина не старые, не трехмесячные, не годовалые давности, а свежие, буквально на днях. Это, естественно, будет недостаточно, потому что в конечном итоге сам по себе ресурсный центр это не просто, еще раз говорю, какая-то новая единица, юридическое лицо, которое сидит и ждет, когда к ней начнут ходить некоммерческие организации или когда эти организации будут приходить только для того, чтобы получать помощь в написании заявок на гранты, на грантовые конкурсы и только для этого. То есть функция ресурсного центра заключается в том, что они должны формировать и экспертное сообщество, они должны заниматься организацией школ НКО. То есть, опять же, понятие такое достаточно избитое, но я в него вкладываю именно то, что на сегодняшний момент, и в своих материалах я уже обозначал эту тему, время самодеятельных НКО прошло. То есть сейчас время профессионалов. И, к сожалению, у нас нет ни одного факультета, ни одной учебной программы, где бы можно было выучиться, предположим, на руководителе некоммерческой организации. Зато у нас сейчас открываются факультеты и даже открываются специальные программы в президентской академии для чиновников, которые будут заведовать социальным предпринимательством, развивать социальное предпринимательство. И Путин сам сказал, что буквально на днях будут приняты законы, которые определят статус социального предпринимательства. Я скажу больше, что на самом деле, вот те части заявлений, которые были и в выступлениях президента, и в выступлениях Кириенко на молодежном форуме, это лишь отдельные элементы. В целом, на сегодняшний момент разговор идет о том, что необходимо всю систему, связанную с созданием, поддержкой, привлечением некоммерческих организаций, вовлечением, повышением гражданской активности, необходимо навести, во-первых, в ней порядок, потому что на сегодняшний момент, с точки зрения тех же даже грантовых конкурсов, которые проводятся и на уровне муниципалитетов, регионов, федеральных уровней и так далее, это творится черт и что. И не случайно, предположим, одним из первых таких шагов, которые серьезно были восприняты некоммерческими организациями, это было реформирование конкурса президентских грантов. То есть мы знаем о том, там громаднейшие деньги, там 7 миллиардов рублей выделено только в этом году. Было много критики к той модели, которая реализовалась в прошлые годы. Да, с 2008 по 2013 год на поддержку НКУ было выделено из бюджета 8 миллиардов рублей, при этом большинство грантов получили организации, контролируемые действующими или бывшими членами общественного пара. И аффилированные к так называемым операторам грантовых конкурсов, то есть их, напомню, там было 8. 12 миллионов ночным волкам на новогодние елки, да? Да. И поэтому первое решение о реформировании конкурса президентских грантов, оно было воспринято именно с точки зрения того, что меняется несколько концептов. И дальше некоммерческие организации, соответственно, задают вопрос, в какую сторону будут меняться. Здесь очень приятно мне, как представителю фонда соработничества, говорить о том, что в основу новой модели президентских грантов, конкурса президентских грантов, как раз взята та модель проведения конкурса, которую мы разрабатывали фондом соработничества на протяжении 12 лет. Это модель электронной площадки с объективной моделью и открытой моделью экспертизы и моделью сопровождения проектов вплоть до не только окончания периода договора, но и дальнейшего сопровождения. То есть вот эта модель, которая была презентована непосредственно в администрации президента, она сейчас адаптирована и внедрена в рамках конкурса президентских грантов. И наш фонд, фонд соработничества, является, скажем так, коуч-оператором по продвижению конкурса президентских грантов на территории всей страны. Единственным? Да. Мы имеем полномочия на то, чтобы этому обучать, этому рассказывать. То есть кроме нас непосредственно этим занимается только еще сам фонд президентских грантов и мы. Вот. Поэтому вот... Коуч, так скажем, это как раз учители есть. Да. То есть это учителя, это тренера, это консультанты, это эксперты. И не случайно, предположим, в рамках нашей работы фонда соработничества у нас свой конкурс, это самый крупный небюджетный конкурс в России, это конкурс православной инициативы. У нас в числе тех же тренеров и консультантов выступают реально эксперты этого конкурса. То есть те, кто занимаются экспертизой, они же непосредственно занимаются уже и так называемым коучем. Но, помимо всего прочего, и вот там мысли последних дней, потому что в Москве постоянно идет обсуждение этих вопросов, заключается в том, что наведение порядка заключается не только в том, чтобы изменить сам конкурс, речь идет о том, чтобы менять отношения со стороны власти. Вот сейчас мы прервемся буквально на полминутки на этом моменте и продолжим. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает руководитель региональных программ фонда соработничества Михаил Курашин. Очень важная была реплика, сказанная до перерыва. Михаил сказал, что очень важно сейчас не просто научить НКО работать в новой парадигме, по новым правилам, а изменить отношение власти к НКО. Одна из сторон как раз этой всей работы заключается в том, чтобы изменить отношение власти. И об этом президент говорил еще весной, о том, что нужно заставить губернаторов перестать, ну, дословно, сейчас не процитирую, но в общий смысл заставить губернаторов перестать сжать деньги для поддержки некоммерческих организаций. Что значит сжать? Не давать? Не давать, не выделять. По остаточному принципу относиться? Да, по остаточному принципу, постоянно секвестировать. То есть, речь идет о том, что сейчас, ну, если чуть-чуть, опять же, отмотать назад, мы помним о том, как некоммерческими организациями на УРА была принята тема о том, чтобы определенная часть государственных заказов на социальные услуги размещалась в некоммерческом секторе. То есть, НКО становились, скажем так, производителями этих социальных услуг на конкурсной основе. На практике это не сложилось. И здесь есть две причины, да, там, одна из причин, там, собственно, сама слабость НКО. И вторая причина, это в том, что вот как раз там сжать деньги, то, что мы вкладываем в этот смысл, да, то есть за счет этого как раз и не происходило вовлечение НКО в реализацию государственных социальных услуг. И поэтому вот сейчас в рамках одного из проектов, который наш фонд реализует вместе с общественной палатой, вместе с общественным советом по развитию Дальнего Востока, с фондом президентских грантов, это как раз попытка сформировать иное отношение к вопросам поддержки некоммерческих организаций среди субъектов Дальневосточного федерального округа. То есть обкатываете механизм на Дальнем Востоке? Мы обкатываем этот механизм на Дальнем Востоке. Сейчас уже подготовлены предложения и там несколько уже практически готовых соглашений с главами субъектов о взаимодействии. Мы со своей стороны внесем туда технологии, мы внесем туда практики, мы привлекаем туда федеральные деньги. Они со своей стороны дают возможность создать полноценные ресурсные центры, помогать развивать некоммерческие организации и помогать реформировать, собственно, подходы в поддержке некоммерческих организаций. Потому что конкурсы и на получателей госзадания по социальным услугам и грантовые конкурсы, которые проводятся на уровне регионов региональных и муниципальных властей, в большинстве своем несовершенны именно с точки зрения объективности, эффективности и результативности. И, соответственно, у нас есть сейчас задача помочь власти реорганизовать эти конкурсы. И я думаю, что в начале сентября во Владивостоке планируется Восточно-экономический форум. Это одно из крупнейших событий Дальнего Востока, на котором примут участие и в том числе и руководители страны. И в рамках этого форума будут презентованы уже и те соглашения, которые будут заключены, и те результаты, которые будут получены к этому моменту. Возвращаясь к ресурсным центрам, все-таки что они должны из себя представлять? Нарисуйте нам картинку. Ресурсный центр – это центр, куда любой, даже не организация… Это все-таки какое-то место конкретное, да, Эдь? Не факт. Не люди разбросанные по городу, как в нашем случае. Ну, вот там, по примеру… Какая площадка физически она как-то должна существовать? Это публичная возможность публичного обращения к конкретному специалисту, к конкретному эксперту, к конкретному консультанту. Да, то есть, ну вот, еще раз говорю, там, на примере, предположим, Владивостока, там под собой ресурсный центр предполагает вот именно такой холдинг, где есть несколько… Там есть и свой ресурсный центр достаточно локальный, есть несколько крупных организаций, фондов, которые обладают уже практикой своей клиентской базой, технологиями обучения и так далее. То есть, мы со своей стороны дополнительно усиливаем их методически, информационно, и мы будем наставить на то, что ресурсный центр – это, в первую очередь, тот, кто может помогать любому активисту, то есть, в самой глухой деревне, там, любому активному жителю, взять его идею и довести ее, там, до самого конца и замерить результат. Михаил, я как возможный потребитель, например, да, это клиент такого ресурсного центра, должна понять, к кому я отвечаю, то есть, при ком этот ресурсный центр? Либо это общественная палата, и в ней ресурсный центр, либо это правительство, и там ресурсный центр. Где он? Замечательный вопрос. Я думаю, что ответ на него содержится как раз в том, что это нужно будет уже, там, конкретно работая с каждым субъектом, понимать, что является, кто является ресурсниками в этом субъекте. Я почему, предположим, Дальнего острова, да, там, там вот такой вариант. Я, насколько знаю, предположим, в Новосибирске есть мощный, сильный ресурсный центр как единица, да, то есть, как юридическое лицо, имеющее кучу подразделений по региону. То есть, это другая модель. Если в третьей модели мы выясним, что ресурсный центр может выступать, и ресурсные люди объединены в общественной палате, и мы сможем организовать работу через общественную палату, привлекая то экспертов, да, там, привлекая то, а консультантов, то это будет ресурсный центр при общественной палате. Почему не привести к какому-то единообразию понятному? Это навредит процессу? Ну, для того, чтобы привести к единообразию, надо четко понимать, опять же, еще раз говорю, где на сегодняшний момент находятся ресурсные люди. То есть, к сожалению, там, последнее 20-летие взаимодействия НКО и ресурсников с властью привело к тому, что власть их не привлекала к себе, в результате они, ну, может быть, некрасивый термин, кучковались где могли. Либо сами по себе, либо там, при общественной палате, либо там, где-то в каких-то других структурах. Сказать, что надо всех привести к единому знаменателю, в идеале, наверное, было бы правильно. Но для этого, опять же, там, если мы сегодня подойдем и, там, обратимся к власти, скажем, ребята, давайте создадим ресурсный центр, мы получим формальную еще одну единицу, да, там, которая реально не, там, востребована или не сможет привлечь к себе компетентных людей, и в результате мы будем, там, иметь пустой выхлоп. По, там, Кировской области могу сказать, что эту тему в апреле месяце, если мне не изменяет память, поднимали на встрече представителей некоммерческих организаций в Рио-губернаторах. И в том числе поднимался вопрос о создании ресурсного центра. И что, услышали их? Я видела этих представителей НКО, они как-то у меня очень с большим энтузиазмом были. Ну, я могу сказать, что, там, само по себе словосочетание ресурсного центра было услышано, да, там, и в Рио-губернатор неоднократно, там, его использовал, общаясь. Был определенный, скажем так, такой выхлоп, резонанс в течение, там, какого-то месяца, когда говорили о том, что, да, действительно, там, вроде как, правительство готово сейчас пойти на то, чтобы, там, создавать ресурсный центр, но по себе на эти разговоры все сошлись на нет. Но самое интересное, что, вот, мы начали с возможного приезда президента, да, там, как раз первая информация о возможном приезде президента прошла буквально, там, через несколько недель после этой встречи, когда один из участников этой встречи, модератор этой встречи, да, там, сказал, что вот тут мы с вами тут нашумели, навыдумывали, да, так вот теперь вот ждем, что к нам приезжает президентка, как раз для того, чтобы обсуждать модели и стратегии развития ресурсных центров в России. Логично? Ну, достаточно логично. Вопрос в том, что мы, как бы так, дальше-то вот этой встречи никуда не ушли, к сожалению, да, то есть мы остались на уровне того, что, да, там, классная идея, которую можно было бы воплотить. Там, также без ответа осталось и, там, мое предложение о том, чтобы привлекать, там, некоммерческие организации через тот же ресурсные центры, к экспертизе государственных программ, к прописыванию роли некоммерческих организаций в этих программах, для того, чтобы разделять ответственность за организацию программ между государством и некоммерческим сектором. Ну, как бы так, эта идея тоже осталась пока на уровне, там, того заявления и на уровне разговора о том, что в Рио губернатор заявил о том, что, да, ему это интересно, и он хотел бы, там, в этом продолжать дальше разбираться. К сожалению, вот там, вот этим все апрельским совещанием у нас, там, на сегодняшний момент все и закончено. А ведь спросит Владимир Владимирович, что у вас тут? Я думаю, спросит, а я вам скажу даже больше. Как у вас тут с ресурсниками, как у вас с активистами, с НКО, и что ему представят? Я вам скажу даже больше, что буквально еще лет, ну, собственно, о чем мы говорим, когда еще Сергей Владимирович Кириенко был полупредан в Приворском федеральном округе, то есть в начале 2000-х годов. Одна из таких перспективных тем, которая звучала на уровне полупредца, это была тема введения в критерии оценки эффективности деятельности губернатора, одного из критериев это поддержка и взаимодействие с некоммерческим сектором. То есть вот с его уходом эта тема как-то ушла, но сейчас эту тему начинают обсуждать вновь. С его приходом снова. С его приходом, да. Начинают обсуждать снова. И это там, я считаю, достаточно правильная тема, потому что там можно сколько угодно пенять на то, что там не хватает денег и так далее и так далее, но живое общение, эффективное партнерство с некоммерческим сектором непосредственно руководителей региона и правительств региона, это показатель того, о чем думает власть. То есть там заявление и президента на встрече с НКОшниками, и Киренко на встрече с молодежью, говорит об одном. Они видят в некоммерческом секторе стратегический ресурс, который на сегодняшний момент недоиспользован, и нужно его поднимать, нужно его включать. И поэтому появление этого критерия в том перечне, 30 лишних, по-моему, критериев оценки деятельности губернатора, там еще одного критерия, на мой взгляд, будет достаточно правильным и важным ходом. Ну а что вот, например, на данный момент, прямо сейчас, если вдруг сказал, кто-то важный, Зайцев вы говорите, да? Сказал Игорь Владимирович Васильев, что приедет же президент, посмотрите, что он тут наговорил несколько дней назад, что будет в ходе работы с губернаторами продвигать работу с НКО. Что мы ему предоставим? И ведь нужно предоставить, что у нас работа идет. Нельзя же сказать Игорю Васильеву, что работы с НКО у нас нет. У него есть ресурс, что он может представить действительно? Ну, на той же встрече, которая была в апреле, предлагали нескольких, да, то есть вот там то, о чем я говорил, да, о том, чтобы формирование реальных не просто общественных советов, а экспертных сообществ при государственных программах, это раз. Второе, предлагалось все-таки возродить региональные конкурсы, то есть на сегодняшний момент, к сожалению, мы пришли к тому, что у нас в принципе на уровне региона конкурсов нет по поддержке некоммерческих организаций. Какие конкурсы при нашем-то бюджете? Ну, как бы, опять же, мы же с вами должны думать о стратегии, да, то есть мы должны думать вперед, и мы понимаем, что там это вложение, они могут быть тяжелы для нас сейчас, но они там свою отдачу дадут, когда... У нас НКО, которых огромное количество недействующих, да, даже действующие, они заявляются на президентские прекрасные гранты, которых четыре волны, и, в общем, о чем говорило правительство предыдущее, что очень неактивные НКО, плохо работают с этим. И тогда были, вы помните, ресурсы, влиты правительством в то, чтобы научить, помочь составить документацию, получить эти гранты, и за один год в несколько раз выросло количество получателей. Все правильно. Хотя бы этому бы научить. Вот, и это там третья модель, да, то есть там к разговору о том, что бы мы уже, могла бы обозначить власть в качестве, ну, по крайней мере, идей по работе, да, там, это все-таки создание школы НКО. То есть есть модели, есть методики, кому чего, есть возможность привлекать и федеральных, там, преподавателей, тренеров, там. Ну, вот, если бы хотя бы вот эти, там, три позиции обозначили, я думаю, что, в принципе, и за этим обозначением пошли бы дальнейшие действия. В принципе, можно было бы говорить о том, что, да, действительно, там, региональная власть задумалась о работе с некоммерческим сектором. Если будет обозначено что-то другое, там, ну, а что другое? Как бы так, показать две-три организации, которые у нас, собственно, работают и без бюджетной поддержки, но это не работа власти с этими организациями. Это, скажем так, добрая воля самой НКО, там, дать возможность показывать себя как партнера власти, и не более того. Приверемся сейчас на короткую рекламу, буквально две минуты, и вернемся в студию с руководителем региональных программ Фонда соработничества Михаилом Курашиным. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает руководитель региональных программ Фонда соработничества Михаил Курашин. Мы говорим о новой парадигме развития взаимоотношений государства и некоммерческих организаций. Надо сказать, что, вот, как мне кажется, вот эта история с тем, что на законодательном уровне буквально в ближайшие месяцы будут приняты изменения, которые определят статус социального предпринимателя и подвьют базу под работу социальных предпринимателей, это тоже очень серьезный большой шаг вперед, вперед к развитому обществу. Потому что пресловутый Запад, который, хочешь не хочешь, на который мы все равно смотрим, по этому пути достаточно давно идет. И мало того, он еще такой исподваль пытался влиять и на нас тоже со своими различными грантовыми конкурсами. Я прекрасно помню, как это происходило. Даже в Кире успели зацепить эту историю, по-моему, однажды, социальным предпринимательством. И тогда я помню распахнутые глаза молодых людей и не очень молодых людей, которые понимали, что они могут не просто считаться НКУшниками, волонтерами, которые без копейки денег решают какие-то социальные задачи, стоящие перед государством или перед их соседями, например. А вполне себе реально реализовывать себя и как социально ответственное лицо, и как предприниматель. Ну, начнем с того, что там я сам был как раз воспитан вот в этой системе, которая только появлялась в России, эта система проектной культуры грантовой, которая продвигалась иностранными благотворителями, да, и могу сказать, что то, что было сделано иностранцами за период там с 95-го по 2000-й, 2005-й год, там, это, собственно, все, что на сегодняшний момент и есть некоммерческий сектор. Все, что наше государство там делало после этого, там, даже близко нельзя там сказать, что это там помогло развивать существующую систему. Да, там, может быть, это там не совсем патриотичное заявление, да, там, но, с другой стороны, там, заявление человека, который знал изнутри и систему работы там с рубежными благотворителями, потому что я был не просто грантополучателем, я с ними работал, достаточно плотно и знаю, как работали эти фонды и знаю там, ну, сейчас можно там все что угодно говорить, там, какие были программы там против России, какие были там за Россию, там, и я знаю там большинство конкурсов, которые там рождались в России и чем это все завершалось. То, что касается разговоров о социальной предприятии, да, эта тема правильная, но это там тоже не новая тема, эта тема там 10 с лишним лет. Да, но закона даже не было, вот, я могу там сказать о том, что когда в 2000 году, опять же, полпред Кириенко в Приволжском федеральном округе объявил о конкурсе ярмарков социальных и культурных проектов, да, там, первое, что было сделано, это была поставлена задача организовать работу с бизнесом по привлечению их в софинансирование этих проектов. И это был бизнес и федеральный, и бизнес региональный. К сожалению, там, в Кировской области, и почему, может быть, там, этот проект у нас там ни шатка, ни валка существовал, а работу с бизнесом никто не проводил. И мы, соответственно, оказались в ситуации такой менее привлекательной по сравнению с другими регионами. Дальше тема развивалась, и я могу сказать, что на сегодняшний момент фондом соработничества реализуется множество направлений, множество конкурсных программ, которые направлены на то, чтобы привлекать партнеров, финансовых партнеров, как со стороны бизнеса, так и со стороны простых граждан. То есть это и краудфандинговые площадки, это и конкурсы, региональные конкурсы по совместному софинансированию, в частности, на Дальнем Востоке сейчас идет окружной конкурс «В добром крае добрые дела», где это не просто грантовый конкурс, когда там собрались заявки, условно говоря, и там организации дальше сидят, ждут, кто там будет объявлен победитель, а там фонд просто передает деньги. Там есть один из ключевых этапов, это когда заявитель должен в течение определенного промежуткого времени, в течение двух месяцев провести самостоятельную работу по привлечению средств под свой проект. И если он набирает там за два месяца 50 процентов от той суммы, который он заявил, там вторую часть суммы он получает. Стимул достаточно мощный. И это стимул в том числе для тех социальных предпринимателей из числа и бизнеса и простых граждан, которые действительно там видят реальные дела и готовы эти реальные дела поддерживать. Есть опыт других регионов, когда там, ну я этот опыт рассказывал, когда мы в Забайкальском крае запускали подобный конкурс, нежданно-негаданно обнаживался человек, живущий в Канаде, который зашел на этот сайт, на эту площадку, увидел эти проекты и просто-напросто решил выделить 400 тысяч долларов на поддержку всех этих проектов. И это случается сплошь и рядом. И это сплошь и рядом. В иностранном мире. И это сплошь и рядом. И даже у нас сейчас. И даже у нас, потому что там те же региональные конкурсы в ряде регионов наших показали, что благотворительными пожертвованиями или социальными предпринимателями выступают не только жители этого там региона или этого города, а из других регионов активно идут. А эти канадские деньги можно было взять в связи с нынешней ситуацией и иностранным финансированием? Ну, это юридический момент, который, в принципе, не противореча законодательству, был отработан. И реально организации получили эту поддержку. Поэтому вот как раз разговор и в том числе вот этот конкурс, дальневосточный конкурс «Добрый край. Добрые дела». Мы говорим прямо о том, что да, есть федеральный бизнес, который будет участвовать в этом проекте, но в то же время, опять же, мы предлагаем региональной власти подумать о том, как привлечь региональный бизнес под это дело. А он есть. И на примере того же Владивостока я могу сказать, что наиболее успешные ресурсные организации, ресурсные центры созданы на базе именно двух частных фондов, двух частных людей, которые там, да, имеют свои какие-то политические задачи, политические амбиции, но в то же время это не фонды «Додневки», которые у нас придут за полгода до выборов. Это фонды, которые работают уже на протяжении нескольких лет, и они реально через грантовые механизмы или через другие механизмы оказывают финансирование различным проектам. Не каким-то своим, опять же, там, как у нас любят аффилированным организациям, а реально там активистам из, там, плохих деревень. Они проводят под это школы, они проводят информационные акции. И это все, на самом деле, говорит о том, что тема социального предпринимательства, тема, там, востребованная и живая. Но, опять же, чтобы ее не потерять, ее нужно сразу интегрировать в некую цельную систему. Вот как мы опять возвращаемся к разговору о цельной системе, да, то есть о том, что вот эта система поддержки инфраструктуры, поддержки некоммерческих организаций, система коммуникаций между властью, социальными предпринимателями, некого, жителями и так далее, она должна быть создана, она должна функционировать. Я знаю два примера таких ярких, которые сейчас приходят ко мне на ум. Первый пример из Пермской области, а другой пример из Гааги. Пермская область засветилась тем, что у них несколько лет назад было принято решение, что как раз социальные услуги, которые оказываются пожилым людям, малоподвижным людям, которые требуют после операционного ухода и так далее, вот там как раз правительство отдало ее эту тему организации социальному, да, предпринимателю, который практически всю вот эту вот отрасль забрал под себя, и у него работали высококвалифицированные и хорошо оплачиваемые сотрудники, и практически это было два года назад мы эту тему поднимали, практически чуть не сто процентов. Ну, за год они с 70 до 100, вот за год нашего общения подняли, охватили весь Пермский край. Практически не было проблем с тем, чтобы ухаживать за стариками, даже в домах престарелых. А у нас эта проблема по-прежнему стоит очень остро. И вторая тема, которая по социальному предпринимательству тоже меня удивила, я была далека от этого, это в прошлый год, Гаага и СНА, нас возили специально в самый неблагополучный район Гааги, где живут вот переселенцы из Азии, из Америки, где самый высокий процент криминала. И нам как раз рассказывали, приводили такой пример, где был старый детский садик, у них есть свободные детские садики непостребованные, был отдан вот этим социальным предпринимателям, который, главная была задача декриминализировать максимальное количество населения, которое окружает этот садик. Они привлекли за один год около ста семей, которые теперь собираются в этом центре, у них совместные праздники, у них еще вот эта популярная тема высаживания огородов, чтобы понять, как растет еда для детей. Мало того, они за год приняли решение, продвинулись в том, что они послали запрос в муниципалитет Гааги, получили 4 гектара земли около Гааги для того, чтобы выращивать газонную траву. И мало того, они мне сказали, что на следующий год у нас есть план получить 2 миллиона прибыли, потому что не собираются все Нидерланды, все Нидерланды этой своей газонной травой засеять, и у них есть к этому перспективы. То есть вот для меня вот это понимание того, что такое может быть социальное предпринимательство, как оно может быть реализовано. муниципалитет сам предлагает, он сам, у него есть вакансии, у него есть там возможно разработанные проекты, есть специалисты, которые принимают тебя с твоими идеями, и они заинтересованы в том, чтобы люди это продвигали. Потому что снижает криминализацию населения, алкоголизацию населения, дает возможность заработать на том, что нравится. Ну вот и на этом фоне можно говорить о том, что есть там в Кировской области замечательный многонаправленный проект «Право на творчество», которому до сих пор непонятно место, хотя это тоже пример социального предпринимательства. Верно. Да, то есть, но там сказать о том, что это элемент… Это больше волонтерский какой-то просветительский… Да, что это может быть оформлено как некое там госзадание, госзаказ, да, там никто об этом разговор не ведет. Да, это там на сегодняшний момент это такая волонтерская идея отдельных предпринимателей, которые там готовы привлекать средства, аккумулировать средства и действительно эту работу организовать. Вот там живые примеры. Социальное предпринимательство, мне кажется, замечательное в Кировской области, вот с чего в городе Кирове можно было бы начать, это создать некую структуру или дать возможность создать структуру по управлению и развитию парков и скверов. Ну, об этом ведь тоже разговор идет достаточно давно, даже там лет, наверное, десять назад я даже готовил к концепцию этой презентации на городской думе о том, как нужно создать. То есть, по примеру, опять же, ну, сейчас, сейчас пример это там дирекция загородных лагерей, то есть там речь шла тоже о создании некоммерческой организации, которая бы аккумулировала вокруг себя все парковые зоны и занималась там реальным их развитием. Ну, там да, это… Но мы к этому придем, никуда не денемся. Вопрос в том, что мы к этому придем. Вопрос в том, останутся ли у нас еще к этому уедут парки и скверы. И вот, к сожалению, именно на этой фразе придется нам поставить точку в нашей сегодняшней программе. На это было особое мнение, его высказывал сегодня руководитель региональных программ фонда соработничества Михаил Курашин. У микрофона работал Светлана Занькова. До свидания. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.